Здарова, народ! И сегодня у нас ИС-3 внизу списка с девятками, с десятками будет разрывать просто, ставя какой-то невероятный рекорд фрагов. Короче, всё, сейчас сами увидите. Вообще, сложно подумать, что ИС-3 на такое способен. Как вообще? Как они делают эти бои? Я в шоке. Сейчас сами посмотрите, охрените, тоже вместе со мной. Ну, короче, давайте залетать. У нас, правда, герой тут имеет небольшой бонус для него, да он на фулл-галде катает. Так что, голдострельство, знаете, мы не очень сильно поощряем, но вот игроки полюбляют, любят, так скажем, голдишечку подзарядить и такие дела, короче. Но смотри, что творит ИС-3. Просто в наглую ему насрать. Вся наша команда стоит, дрочится он на линии базы. Недалеко уехала вот от базы, так скажем. Одет третий! Не, ну чисто по миникарте, народ. Вот это уже лайк, мне кажется. Одет третий, хреначит вперёд ему вообще по барабану. Вот так обычно и начинаются крутые сражения. Он Монтикора, ЛТ, десятого уровня. А ну-ка, с вертухи надо пропиндорить ему. Монтикора, ну куда ты там свою задницу разогнал? Иди сюда, дедовская вертуха тебе залетит куда надо между булок. Давай раздвигай уже. Вот так? Ё-моё! Ты посмотри, блин, снаряды от Монтикора отскакивают. Не хотят лететь. Так, ладно, мы всё равно держимся ближе всех. Там он арта погуливает за углом. И вот тут АТ-44. 44, а что такое? А как у тебя тут дела? Давай расскажи. Чем ты тут занимаешься? Интересная позиция, Ляб. Встал на каточки и насосывает. Гениально. Так, пролетаем дальше. Третий фраг у нас уже в копилочке. Кто следующий? Вон фуловый Эмиль-2. Там ещё, правда, у нас один фланг мы так жёстко продавили с командой, да? А вот часть карты, где больше такая городская территория, так скажем, да? У нас беда-бедень. Там уже тяжи их на нашу базу врываются удобрять её. Так, привет, арта. Вот тут это очень приятно. На тяжике доехать вот до этого коричневого товарища. И немножечко ему присунуть, куда нужно, да? Эмиль-ка в бачи 0, и в 3 зашёл чисто сбоку обошёл Эмилю второму тын. Так, 704. Вот это вообще. Смотри, что творит. Он в наглую выкатывает на объекты 704. И при этом при таком стиле игры, при котором он реально врывается. Фулл хп до сих пор. Как так? Вот объясните мне в комментах. Как так они это делают? Мне кажется, вот я бы поехал вот так давить фланг, я бы отлетел за 40-50 секунд, короче. Минуты бы хватило, чтобы в ангар упаковаться. Там бы оттуда слева-справа тычка-тычка-тычка, и всё, и до свидания. И уже ждёшь отчёт к следующему бою. Так, а Ефиз 1, а Ешич тут, кстати, фуловый. Куда ты кидаешь? Давай. Надо собраться с силами. 5 фрагов, заметьте, забалабенил. За 3,5 минуты боя. Ну, а Ефиз 1 тут в позе любви стоит. Готов принимать всю нашу любовь. Правда, он тоже дал на 400, но чуть развернулся. Но голдой всё равно в НЛД должны пробивать. Шестой фраг. Медаль воина. Получите, распишитесь. Так, там наша команда базу решила брать. А не поспешно ли это решение? А вот вопрос. Там уже приехали сбивать, конечно, но может мы ещё тут фрагов заделаем. Медаль воина, это, конечно, хорошо. Внизу списка с десятками, без вопросов. Но мы ждём чего-то более удивительного. Всё-таки не зря же я этот бой взял. Так, народ, пока сейчас перед тем, как глянем в финал, залетим сейчас на 2-3 минутки на вот кит. Там сейчас скидки 50%. День рождения вот кита. Надо поиграть по этому поводу. Поэтому давайте заглянем на вот кит. Потом вернёмся в боецкий. Да, смотрим. Так, ну что, народ, мы с вами на вот ките. Здесь сейчас скидки 50% на все контейнеры. Поэтому самое время подвыбить себе голдишки. И сейчас этим с вами и займёмся. Так, ждём какой-нибудь премтанк. Кстати, на кейс с золотом и с танками тоже действует эта шикарная скидка. Так, ну тут кофе с выпечкой. Такой себе сколько кейс с танками? 499 сейчас. Золото за 149. Вот давайте кейс с золотом крутанём. Посмотрим, что здесь выпадет. Какой-нибудь солидный приз. Хочется всё-таки ж поднять, да? Тем более тут ещё каждая шестая игра бесплатна. Сотка золота. Ну такое. Давайте ещё главный контейнер откроем. Разочек ждём. Всё-таки тут какой-нибудь мощный премтанк. Может с голды. Так, кстати, вот кит с главного контейнера всегда гарантированно выпадает голда. Даже от бухты это 50 голды за них начисляют. Например, за это тоже голду начисляют. Поэтому в любом случае вы золото сможете вывести. Кстати, уже на оба сервера там выводятся. Так. Ну что? Здесь сотка золота. Ждём шестой контейнер. В нём, по-моему, самое интересное что-то должно быть. Ну или что? Попробуем сейчас ещё контейнер с танками открыть. Давайте, народ, покажу вам победителей розыгрыша голды нашего. Вот они на экране. Поздравляем, ребят! Ну а в этом видосе тоже розыгрыш будет. Лайк, подписка, колокольчик. Позитивный комментарий с игровым ником и ID от ВК. Очень у нас простые условия. Ну и если счёт будете на воткит пополнять, вот здесь, видите, вверху справа кнопка пополнить. Вот сюда вводите вот наш промокод Бомбилка. Он крупно на экране. Также в описании. По нему дают гарантированный подарок бонус. То есть получаете больше при пополнении. Ну и внизу сайта воткит. Также не забывайте, вот здесь кнопочка участвовать. Это ежедневная раздача голды. Прямо сейчас по ссылочке в описании заходите и эту кнопку прожимаете. Ну а мы давайте контейнер с танками откроем. На него всё-таки очень мощная скидка сейчас действует. И хочется что-нибудь интересное. Тут за каждый прям танк можно полную стоимость в золоте забирать. Видите? За Лёву вот, например, 11-200. Тут гарантированный прем танк всегда. Ну и что у нас за щеканыч? А именно 10-100 голды за него забираем. Вот это уже, я считаю, нормально. 10 косырей голды. Скидка отличная. Поэтому вот контейнер с танками можете тоже пробовать. В общем, в описании под видео ссылочка на воткит. Мой промокод вот здесь при пополнении обязательно вводите. Вот он, да, бомбилка. Вы можете скопировать из описания, либо записать вот с экрана. Ну и не забудьте прям сейчас перейти внизу вот эту кнопку участвовать, прожать. Тут сегодня новый розыгрыш стартовал. В общем, народ, погнали к видосу. Так, ну что, народ, возвращаемся на карту Энск, где наша команда совсем уже заканчивает брать базу. Сбили всё, что могли. При этом счёт 10-11 и бой резко, резко ухудшается. Так, вот тут Т-28. Так, я тут периодически включаю командирскую камеру, потому что наш С-3 тоже любитель подёргать камерой. Любитель передёргнуть лишний раз. Поэтому включить командирскую камеру иногда не повредит. Так, ну вот здесь, за углом у нас, ВЗ-114, ИС-7. Там ещё нашу базу берут. Надо ехать. Никто, кроме нас, походу, не успеет нас бить. Ну там ещё АМХ есть, СДА-105. Может, он поможет нам базу сбить. Так, ловешник. 2-68 хп, ловешник прячет жопу. Правильный делал. Так, 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 тут мини-жопа торчит. Кусочек задницы. Ой, как хорошо на 2-68. Ой, Лёва не спрятал срамоту свою. Ой, не спрятал. И мы как раз туда. На нафиг тебе. Так, нифига себе вы видели, что он творит. ИС-7. Почти свертухи нафиг добираем. Просто оборзевший ИС-3. И вот здесь 8 фрагов уже. Вот жаль, что мы ВЗ-114 упустили. Так бы сейчас было 9. И арта могла бы быть нашим 10-м фрагом. Но, народ, я думаю, в любом случае, Лайчинский надо прожать, потому что... Ну, когда вы ещё увидите такое? Где вы такое увидите? ИС-3 внизу списка. С десятками, с девятками. Уже 8 фрагов имеет. На секундочку. Да, много ваншотных было. Но, всё равно, попробуй внизу списка на ИС-3 так сыграть. Ну, и выезжаем. Арта 490 добрали без вопросов. 9 фрагов. Давайте к итогам. Ну, и тут у нас Войносик. Основной калибр. Защитник Редлик. Поскучий мастер. 4 726 дамага. 9 фрагов, как я уже сказал. Вот такой крутецкий бой получился. Вверху справа прошлый видос. Залетайте, смотрите. В описании заглядывайте. И увидимся с вами, народ, в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ!